Если вы хотели когда-нибудь участвовать в чемпионатах, ну, например, таких как ВУЛОП, это сейчас такой самый, не знаю, известный, наверное, чемпионат во всем мире проходящий, и боялись, боялись, что вас засудят, боялись, что нужно как-то по-особенному работать, не знали каких-то нюансов, связанных, не знаю, с асептикой, антисептикой во время работы, сегодня мы с вами все это обсудим, вернее, не с вами, а мы это обсудим с организатором ВУЛОПа в США, Лидией. А как фамилия твоя, Лидия? Лидия. Гудясова. Лидия Гудясова, я не знала, потому что она мне просто любит Лидия. Лидия познакомилась. Да, и я ей сегодня задам кучу вопросов от вас, которые мы насобирали и которые помогут вам, если вы захотите участвовать в таких чемпионатах, в принципе, я думаю, плюс-минус, так как ВУЛОП, это, наверное, что-то самое передовое сейчас, да? Ну да, они очень быстро выросли, это их пятый год, они в этом году планируют прям такое грандиозное. Ну, получается, все, что мы обсудим, в общем и целом, подойдет ко всем остальным, потому что все к лидеру стремятся приблизиться по качеству и так далее, да? Да. Итак, Лидия Гудясова, расскажи, пожалуйста, ты в Америке живешь? Когда ты уехала? Откуда ты вообще? Почему ты пришла к тому, чтобы проводить вот эти чемпионаты? Я вообще эмигрировала, я из Екатеринбурга, приехала сюда в 2005 году первый раз по студенческой визе и ездила так три года подряд, и каждое лето, да, это называется виза work and travel, когда ты приезжаешь, работаешь за семь с половиной долларов в час. За еду. За еду, да, ну это было весело, классно, это были студенческие годы, это, наверное, самое веселое время, когда тебя выкидывают как этих на Марс куда-то детей вот этих, и ты работаешь здесь, путешествуешь, это, конечно, громко сказано, но все же было очень весело, это такой классный опыт. Я сильно повзрослела, наверное, за эти пару лет. А сколько лет еще раз тебе было? Первый раз я приехала, мне было 19 лет. Ой, ну круто, язык липнет лучше всего в это время вообще. Я, к сожалению, попала в такой русскоговорящий район, и потом в первый же год я встретила своего будущего мужа, а он эмигрант с Украины, он приехал сюда маленький, но все друзья у него были русскоговорящие, я жила в русском районе, и это было пипец как сложно. Ясно, короче, здравствуй, коллега. Да, мне сложно заходил язык, но в итоге пришлось. Так вообще, ты мастером перманентного макияжа работала и работаешь сейчас, да, получается, и пришла к тому, чтобы чемпионаты проводить, как вообще ты вообще это решила делать? Я вообще архитектор по образованию, я когда приехала сюда, я сразу после университета приехала сюда и занималась всем чем угодно, только не архитектурой, я, не знаю, переоткрывала разные бизнесы, работала на разных работах, а потом в один момент приехала в гости к родителям, это было лет 8-9 назад, и там вот тот момент как раз микроблейдинг, микроблейдинг, да, по-русски, у меня слова иногда путаются, я извиняюсь, там был он очень популярен, и я начала это все читать, я сама себе захотела его сделать, потому что у меня никогда не было бровей, а потом мне это стало так интересно, особенно финансовая сторона в тот момент, ну, я начала, я просто начала искать школы, начала читать и поняла, что микроблейдинг я не хочу делать, я хочу делать больше перманент, слава богу, интуитивно как-то, и нашла просто школу, пошла туда учиться, а у меня базовое обучение было там смешно, там, три дня что ли. Это какой год, еще раз, я что-то упустила, я это не говорю. Сейчас скажу, 8 лет примерно назад, сколько это было, какой сейчас год? Окей, ты работала мастером, и тебе предложили, ты захотела? Я приезжала в гости, каждый раз к родителям, и просто брала какие-то классы, я так совмещала как-то, когда я видела какие-то мастера на тот момент, когда мне, ну, на тот момент они мне очень нравились, я просто у них брала мастер-класс, и когда приехала сюда, я сразу сняла небольшой кабинетик и начала работать, вот, как-то так случилось. Как ты к Вулапу пришла, чтобы организовывать, да, как ты решила проводить, это же просто отдельный бизнес вообще какой-то совершенно другой. Да, я в какой-то момент просто на инстаграме увидела знакомого мастера, который участвовал в Вулапе, такая, думаю, что это такое? Зашла к ней, посмотрела, думаю, прикольный чемпионат, и всё, и решила поехать, и это был 2021 год, да, 2021 год, и я была участником. На тот момент это был такой маленький чемпионат, не было много участников, там, может быть, человек, я не знаю, человек 50 было максимум, и я на тот момент заняла два вторых места, я вообще не готовилась, я приехала с бухты Барахты, нашла... А в какой стране это было? Здесь, в Америке, я уже живу 16 лет, 17 лет. Я поняла, я думала, что ты первая была организатором, и уже... Не-не-не, я не была первая организатор, и вот как раз я приехала, была организатор Лена тоже, выходец из Советского Союза, из Беларуси, по-моему, она, и с другой, своей подругой они делали вот этот, вот этот ивент. И я в нём поучаствовала, и потом я поехала в Турцию просто на конгресс, там, со всеми познакомилась, вдохновилась, мне так это всё понравилось, я думаю, а почему бы, почему бы и не организовывать это? На тот момент я знала, что у них был не то, чтобы у них сильно удачный опыт, но именно финансов, они немножко ушли в минус, вот, и я просто увидела в этом потенциал, и я знаю, что, не знаю, одна организатор, она просто не хотела больше это делать, и я поговорила с главными организаторами, говорю, я хочу, я хочу, и они мне, они меня просто, так сказать, свели, да, с Леной поближе, с организатором. Вы заместили того, кто ушёл, получается, это как раз удачно. Ну, мы, собственно, один организатор ушёл, и мы стали это делать с Леной, которая вот была самым первым организатором, а затем к нам присоединилась ещё одна Лена, она американка, и вот мы по сей день делаем Лена сейчас, другая Лена, которая русскоговорящая, она у нас немножко отошла, потому что она училась, в общем. Окей, Настя, это уже детали не важны, знаешь, что важно, ты зарабатываешь на этом, и вообще, если не секрет, это, может, коммерческая тайна, сколько стоит, например, стать таким, как ты, организатором, платить за вот это вот, за чемпионат, это же какая-то франшиза, или же как это работает? Да, это как франшиза, то есть мы должны какое-то количество денег отправлять, то есть чем больше у нас участников, есть какой-то минимум, например, 60 категорий, и дополнительно каждая другая категория, это, ну, мы должны платить как royalty fee, да, называется это. Зарабатываю ли я? Ну, первый год, который я организовала, это 2022 год, мы заработали совсем ничего, то есть только сколько времени это забирает, энергии и крадет, да, от моего бизнеса здесь, от того, что я делаю, от семьи, это от того не стоило, но мы так стараемся позитивно думать, потому что это проект, который нужно вырастить, особенно в Америке, а для Америки это вообще что-то новое, то есть американские мастера такие, типа, нафига мне вообще это надо, то есть я себе зарабатываю, сижу там, тренирую кого-то и так далее, то есть для них это что-то было суперновое, и вот мы пытаемся сломать вот этот лед и просто привлечь больше еще американских мастеров. Получается, ты не зарабатываешь до сих пор? Нет, почему? Мы зарабатываем, но это не те деньги, ради которых вот этот стресс, вообще, ну, это того не стоит, ты начал, ну, и ты начал, и как бы бросить жалко называется, потому что мы реально туда все в душу вкладываем, стараемся, и стараемся сделать его очень популярным, и, в принципе, мы в прошлом году прям побили наши рекорды, если бы, наверное, не сумасшедшие космические цены во Флориде, которые мы отдали за вот это мероприятие, мы бы очень хорошо заработали, но, к сожалению, что-то пошло не так, и, к сожалению, здесь в связи вот с этой инфляцией, наверное, слишком сильно выросли прям цены, и не так легко заработать, но мы все еще не теряем надежду когда-нибудь. Получается, что, во-первых, вы все еще не теряете надежду заработать в перспективе, и, наверное, основное – это развитие индустрии, получается, в Америке, в общем и целом. Ну, конечно, да, конечно, то есть для многих людей вообще это было что-то новое, и они просто когда-то, там, американцы, да, ну, американцы, я говорю все подряд, то есть Америка – это же многонациональная страна, когда они приехали, они просто поняли, что прикольно, что-то такое, не знаю, но это что-то новое для них, просто это было очень сложно им это объяснить, и как только они попробовали, мы видим, что больше и больше американцев начало подписываться. Ну, естественно, естественно, наших мастеров тоже очень много, потому что они уже знакомы с этим концептом. Мероприятием. Слушай, а знаешь, какой всегда вопрос у всех, в принципе, и у меня тоже, по каким критериям вы отбираете судей на чемпионаты? Потому что, во-первых, много категорий, а во-вторых, я сама это замечала, я была на многих конференциях, что судьи, а бы кто просто, вот правда, как бы, я была судьей, но рядом со мной были судьи, которым я бы не позволила судить, и была бы это моя воля. Как они могут оценивать? Это у нас на Вулапе было или где-то в другом месте? Это было в разные места. Знаешь, на Вулапе сейчас у вас, я, если честно, никого не знала, кроме там Лулу, которая рядом со мной была, я вообще никого не знала. Я не знаю, кто эти мастера, они подходили, даже как-то со мной там что-то фоткались, кто-то, оказывается, там меня знает на Ютубе, там что-то когда-то. Да, но я ни одного человека не знала. И я была на конференции до этого, там были мастера, судьи, мы начинали общаться, я говорю, покажи свой Инстаграм, она показывает, у меня волосы дыбом, там просто луть. Я думаю, как она стала судьей, как это работает вообще, расскажи, пожалуйста, это всем интересно. Согласна, ну мы, по крайней мере, то есть самое главное, это экспертность и медийность, правильно? Я понимаю, что очень сложно найти эксперта, который работает во всех техниках, но это просто нереально. Кто делает и хорошо микроблейдинг, и волосковую технику, и пудру, и губы, и туда, ну в общем, это достаточно нелегко, но наши критерии, конечно, это экспертность и медийность, потому что человек должен иметь какое-то влияние на свою аудиторию, правда, и привести, для нас это тоже бизнес, правильно, они должны подтянуть свою аудиторию к нам. Вот, а мы стараемся максимально найти людей, которые, ну, у которых хорошие работы. Некоторые там судьи, например, ну, может быть, я не фанатею от их работ там на губы или там на какую-то другую зону, но мне кажется, если человек экспертный, это как, не знаю, это как судья на Олимпиаде, и можно обязательно самому уметь делать тройной тулуп, правда, он может посмотреть технику, посмотреть, как это выглядит. И то же самое здесь, то есть мы стараемся еще провести такой небольшой какой-то митинг с судьями и объяснить, что, какие требования, что нам нужно, да, например, в Америке пудровые брови очень долго там они до сих пор делают там с очень там такими жесткими краями сверху, снизу, длинные, какой-то странной формы, но мы стараемся объяснить, какие вообще требования у мирового вулупа, да, и стараемся сделать так, чтобы это было максимально похоже на то, что они хотят видеть. Интересно. А у вас есть, интересно, вот у этой организации вулуп, какой-то список там людей в разных странах мира, которые могли бы быть потенциально или что-то такое, или каждый раз судья меняются, и это каждый год новые люди у вас? Судья меняются, ну, у нас есть те люди, которые с нами уже несколько лет, есть те, которые мы приглашаем новые, чтобы, ну, какие-то новые лица, да, чтобы не постоянно одни и те же люди были, чтобы люди не думали, что мы там кого-то специально пытаемся протихнуть. Мы стараемся периодически их менять. Такой тоже вопрос от подписчиков. Есть ли вариант, что судьи знают, кто с кем работает, ну, типа, знаешь, просто очень часто тренируют своих, и они уже знают, с какой моделью полетят на чемпионат, и вот просто эту модель в лицо знает судья, и он там ей поставит максимальный балл или вот что-то такое, протащит своих, типа, такой вариант? Ну, наверное, такая вероятность есть. То, что там кто-то подговаривается, это совершенно исключено, потому что судей максимально, ну, в основном своей части они друг друга не знают, да. Возможно, они пересекались на конференциях, но так получается, у каждого судей есть какие-то свои подопечные, да. Ну, допустим, он поставит ей высокий балл, а другие не будут считать, что это красиво, допустим, да. И мне кажется, это, ну, мы стараемся это сделать максимально честно, да. Например, в прошлом году каждый участник получает свой номер перед мероприятием. Он не имеет права его никому показывать, не ставить свою модель в Инстаграм и так далее. То есть у нас даже, когда проходит полуфинал, вся команда ВУЛОП из Турции, они смотрят сториз всех этих участников. Да, и у нас был такой инцидент, что девушка поставила свою модель с номером, и Мурат, это главный организатор, он сказал, что если сейчас она это не уберет, вы должны ее дисквалифицировать. То есть мы сразу ее сконтактировали, сказали ее убрать, она тут же убрала. Ну, в общем, мы стараемся, чтобы это было максимально честно. Ну, кстати, по себе скажу, я же, я не знала никого из судей вообще, и для меня лично был не вариант, ну, даже если я поставлю максимальный балл, реально, остальные люди со своими вкусами какими-то, то есть как это может быть, не очень представляю, даже если с кем-то ты знаком. Да, ну, мне кажется, это практически нереально такое сделать. Я не знаю, как это в России проходит все, но мне кажется, здесь это просто нереально взять, там, пойти подговорить кого-то, ну, это очень смешно будет. Ну, ты знаешь, я тоже у меня был опыт давнишний, это много лет назад был, у меня был огромный перерыв, я всем отказывала всегда в конференциях, ты знаешь, да, у меня это не очень большая любовь с конференциями, с чемпионатами, и точно, совершенно, судей было немного, все друг друга знали, ну, короче, вот это там было просто вась-вась, вообще отвратительно, и я подумала, ну, нахер вообще, мне это не нужно, я не хочу в этом участвовать, и нам много лет забыла об этом, обо всем. Ну, да, это нечестно, да, это нечестно. Ну, мне кажется, наша культура такая в России чуть-чуть... Больше, да, коррумпированности. Да, но здесь, счастья, такого нету, и мне кажется, у них настолько это в крови, как бы, если кто-то такое что-то предложит, там, никаких взяток, ну, пожив здесь, наверное, понятно, что здесь такого нету. Наверное, она есть коррупция, но на более высоких уровнях, ну, точно не на чемпионате по перманенту. Как стать судьей, и что это дает вообще, в принципе, человеку, который станет у вас судьей? Вот если у меня там подписчики кто-то там будет смотреть, и вот он захочет, что? Расскажи, пожалуйста. Ну, нужно, конечно, чтобы было какое-то влияние на аудиторию, да, чтобы человек, наверное, тренировал других мастеров. Ну, медийность, медийность и экспертность. То есть они просто, например, тебе пишут «хочу», и ты уже там дальше решаешь. Постоянно пишут, да, постоянно пишут. Они классные мастера, вообще вопросов нет, но они просто не понимают одной вещи, что для нас все равно это как, ну, бизнес. Половина дела. Да, потому что, что мне принесет, что нам, кого нам приведет человек, у которого 300 подписчиков, например, ну, или там тысячи. И все они клиенты, а не мастера. Да, и соседи, да. Вот, ну, конечно, да, медийность, какой-то такой аккаунт, постоянно общение с аудиторией, и вот, наверное, такие критерии. Окей. Ну, а есть какие-то более точные критерии? Сколько тысяч людей там, ну, вот как-то вы проверяете, потому что вот еще, кстати, я видела судей, у которых там десятки, сотни тысяч, но я точно понимаю, что это накрученные, это боты, там сам аккаунт мертвый. То есть вы вот это как-то проверяете тоже? Конечно, проверяем, да, я проверяю, сколько просмотров, но сейчас настолько это все можно, блин, купить, оказывается, и лайки, и просмотры, это настолько все вообще непонятно так работает. Ну, конечно, да, мы проверяем. И, ну, вот мы, кстати, одну девочку мы пригласили с прошлого года, которая принесла нам третье место уже на Вулап в Турции. Мы ее пригласили, и она у нас будет судьей тоже. Ну, вот такой бывает вариант. Угу, поняла. Так, кто может стать участником в чемпионате? Вообще любой, с любым опытом, то есть там соревнуются совсем новички и суперопытные мастера, или у вас есть какие-то категории? Нет категории, любой человек может, если он чувствует, что он может побороться, да, за какое-то место, если он считает, что он достаточно хорош и экспертный. То есть он сам себя оценивает? Ну да, мы не оцениваем, заявка выберетесь. Ну, нет, ну, бывает, конечно, ты, наверное, по прошлому чемпионату могла видеть, что там были работы прям, ну... Катастрофически кошмарные, да. Да, были. Ну, я на это так смотрю. Если... Это такой вызов для самого себя стать лучше. Просто некоторые ничего для этого не делают, а некоторые ставят для себя цель, и они сильно растут. Даже вот я вижу, что вот некоторые участники, которые прям очень слабенькие работают, я вижу, что они начали брать какие-то классы, они вдохновились, они перепознакомились со всеми, там посмотрели, что реально, что это очень классная сфера, что там есть деньги, что можно найти клиентов, что, мне кажется, это такой волшебный пинок под зад, вырасти в своем профессионализме. Это, кстати, наверное, чуть ли не единственный повод, я бы сказала, для того, чтобы участвовать в чемпионатах, с моей точки зрения. Это некий дедлайн, до которого ты должен из кожи выпрыгнуть, чтобы стать лучше. Самого себя, во всяком случае, точно. Ты не знаешь, что там с тобой будет участвовать. И в этом плане я, наверное... Ну, я не нуждаюсь, например, я точно по себе всегда знала, что я не нуждаюсь вот в таком пендале. Я сама себя ставлю в условия, постоянно что-то меняю и все такое. А есть люди, которым надо. И получается, вот для них это прикольная тема. Да, оно так и работает. А, знаешь, еще какой вопрос? Насчет моделей. Вы их даете или надо со собой ввести? Нет, модель надо со собой привести, потому что слишком большая такая ответственность, да, чтобы мы выбирали кому-то модель. Они скажут, а почему вы мне такую дали, а другому другую? Поэтому это ответственность человека, да, мастера. Он должен сам найти свою идеальную модель, на которой ему будет комфортнее всего работать и привести ее с собой, либо найти ее локально. Так сделала я, я так не советую найти там в последние пару дней модель, не посмотреть даже на нее вживую, а просто там, не знаю, на FaceTime они там все там заретушировали, фотографии отправили. Конечно, так лучше делать не надо, но в основном привозят свою модель, либо они там заранее приезжают, встречаются с этой моделью, где-то ее находят там по группам, по знакомым, и уже на месте решают, она им подойдет или нет. Тогда еще такой вопрос по моделям. Есть модели с эффектной внешностью, а есть такие, на которых вот мы с тобой, как мастера, понимаем, что даже если ты что-то сделаешь, это не будет выглядеть вау. То есть каких лучше вести, вот которые прям вот красотки, знаешь как, широкие рыхлые брови, что бы ты там не нарисовал, будет симпатично. Или там была девочка с какими-то кошмарно низкими бровями, они у нее на глазах лежат практически, что бы ты ни сделал с ней, она не станет красивее. Она не будет так эффектно. Ну, мне кажется, есть такой, да, человеческий фактор даже у судей, да, или подойдет девушка молоденькая, красивая, с хорошей кожей, или подойдет другая, там, не знаю, постарше вся в морщинах, например, да, или там вся в, не знаю, в прыщах, я извиняюсь. Ну, конечно, мы не должны смотреть на такие моменты, да, то есть мы все-таки оцениваем работу и как она именно на этом конкретном человеке выглядит, да. Но, мне кажется, зачем себе усложнять работу и брать человека, например, с очень сложной кожей, с которой ты будешь там маяться, она вся будет краснеть и так далее. То есть, ну, конечно, судья должен учитывать все моменты, да, сложность кожи, сложность, например, там, вдруг у нее там какая-то сильная асимметрия, то есть как человек ее выровнял, да. То есть, ну, у всех судей есть фотография до, и перед ним стоит после. Мне кажется, просто лично я бы не искала себе такую сложную модель, которая бы мне, ну... Испортила жизнь. ...на которой мне скорее всего, да. Мне бы пришлось потратить больше времени. Слушай, по моделям я расскажу свой опыт. Я не знаю, как другие судьи, есть ли какая-то у вас на эту тему, ну, какое-то правило. Например, была девушка, которая сделала очень плохую работу и залепила прям на клей, посадила брови. Я была, наверное, третья или четвертая, или даже в конце мы были с Лулу. То есть там пятая даже, может быть, я была по счету. И никто эти брови не отлепил, поняла? То есть она когда ко мне подошла, я ей отшкребла эти брови, они как на клею сидели. И там оказалась дыра просто и уродливый рисунок, и это все стало видно, поняла? То есть она их взяла, прилепила как какой-то жидкостью, как клеем. Я ей поставила вообще там ноль, блин, просто. Вот такое читерство, так неправильно это было сделано вообще. Это первое. И второе, подожди, договорю, чтобы не забыть. Была одна девушка, которая, знаешь, такие мастера есть, их много очень, они делают процедуру, а потом, например, консилером выравнивают все недостатки. И, короче, эта девушка была украшена. Но там не была работа плохая, работа, в общем и целом, тронутая не была, но такое некое читерство. У всех стоят эти модели, как замухрышки, натертые лица, там блестящие какие-то, вы знаешь, красные. А эта такая припудренная, у нее даже какие-то, по-моему, были стразики прилепленные, что-то такое, короче. А, я помню, да. Поняла? То есть она ее прям привела в порядок. Да, нельзя. Мы, кстати, на всех Zoom, лайв на Инстаграме, да, это как раз обсуждаем, и это все прописано в правилах. Никаких консилеров, естественно, использовать нельзя. Ничего там украшать нельзя, но мы единственное разрешали делать как-то там вокруг, допустим, там спрашивали, прям самый популярный вопрос был почему-то. Ну, мне кажется, зачем? Зачем? То есть, ну, человек хочет спятать какие-то косички, да. Например, если мы про губы говорим, естественно, нельзя. То есть у нас постоянно ходят судьи, мы в этом году их утроили, то есть их будет гораздо больше. Следят, которые за процедурой? Да, которые будут следить, следить, ходить, смотреть, и следить, чтобы никто не нарушал правила. Слушай, ну, кстати, вот по губам было очень много сильных работ, на вид, во всяком случае. Прям, у меня не было претензий, думаю, какие молодцы, и про красные, и цвета красивые, все было хорошо, и по форме было неплохо. Единственное, что я подумала потом, думаю, а по идее надо было, судя по тому, что четыре люди, они все так устроены, надо было перед тем, как их, может, к судьям зависеть. Натирать. Да, прям натирать. То есть вот, чтобы не было там ничего, потому что я шутила с кем-то, говорю, слушай, ну, гипотетически можно же вообще там, знаешь, вот эти проявляющиеся помады помазать. Я же не стереть. Нет, ну, это про вообще треш. Это до маразма. Нет, ну, у нас, да, собственно, поэтому ходят и судьи, но просто они рискуют потерять, то есть не дай бог их кто-то увидит, а они рискуют просто вылететь и быть дисквалифицированными. Но еще момент, кстати, вот когда мы были в Турции, там пипец все прям очень... То есть мы каждый раз что-то новое узнаем и стараемся улучшить у нас тоже. Они, например, после каждой процедуры протирают все, губы протирают, брови, чтобы никто там ничего не намазал. Они протирают глаза, они межресничку протирают этим ватной палочкой, да, называется? Ватной палочкой мокрой, чтобы там все было прокрашено. То есть они прям суперстрого к этому относятся. А кто они это, судьи делают уже? Ну, у них там есть команда, нет, не судей. А, перед тем, как к судьям зайдут, они модели обрабатывают, да? Да, после того, что закончилась процедура, они всех загоняют в такой загон модели, там всех протирают, проверяют, чтобы никто ничем не пользовался. Вот это прикольный тем. Там еще больше этих sanitation judge, и они это все проверяют. Так, смотри, ну, это, наверное, касается каждой стороны отдельно. Какие-то разрешения нужны перед тем, как ты будешь участвовать в чемпионате? Это, наверное, зависит от конкретной стороны, штата и так далее, да? У нас, да, это зависит от штата, но в Филадельфии ты просто подаешь, это называется temporary license, как временная лицензия, именно на этот чемпионат. Просто заполняешь application, анкету. Ну, короче, я поняла. Некие есть в каждом... Ладно, я думаю, это надо у каждой стороны узнавать. Да, это несложно там. Ну, медкомиссия, наверное, это тоже отдельно в каждом... Знаешь, сейчас-сейчас-сейчас я хотела вопрос о разрешении чемпионата. Как ты думаешь, как мастер, который участвовал, и, может быть, ты ведешь опрос, я думаю, это очень интересный момент, если ты победил, неважно, какое место, это поднимает твой чек, как, ну, вот среди клиентов, это вот производит впечатление, и ты такой становишься великий и более богатый. Ну, вот как бы стимул есть какой-то вот в этом плане? Потому что я вот никогда не участвовала. Ну, мне кажется, однозначно, да. Вот все девчонки, которые победили, мы, кстати, стали ставить их маленькие... Мы попросили их снять маленькие такие ролики, как Вула поменял их жизнь, что им это дало. И там, например, вот Наталья буквально вчера поставила рил, как ее поменялась жизнь. Она переехала в новую студию, она подняла цены, она наняла девочек. То есть оно сильно тебе дает такого... Такой допинг, да, для того, чтобы развиваться. Да, мотивацию вырасти, да, вырасти и вот прям сесть в этой сфере и как-то поднять свою эксперту. Мне кажется, да. Ну, например, когда клиент к тебе приходит, и он видит, что ты постоянно ездишь на конференции, чему-то обучаешься, все равно у тебя доверия к этому эксперту больше, правильно? Ну, кстати, по временам, когда я еще работала мастером, у меня сидело в аккаунте много людей, клиентов. У меня был клиентский аккаунт, и в том числе YouTube клиентский, и они сидели годами. Они смотрели, как я расту, что я делаю, как меняются мои работы, и в какой-то момент созревали. И вот когда... Ну, это, кстати, это, наверное, касается других мастеров, кто думает, участвует или нет, что-то случается триггером. То есть, о, победила, о, нифига себе, работы другие делать начала, да? Для клиентов, я имею в виду. Ну, да, конечно. Ну, я вообще, когда рассказываю, что есть такой чемпионат по перманенту, клиенты очень удивляются, но они так прикольно, пока лежат, я им все рассказываю, такие, вау, круто, мы не знали, что это такая, ну, популярная. Кстати, знаешь, что я скажу? По своему опыту я вот выбирала мастера татуировку, который делает, у меня она такая сложная, большая, я хотела, и я выбирала по картинкам, безусловно, но я когда приехала к своему, он у меня великий, Олег Шепеленко, он, ну, классный мастер. После того, что ты его пославила, я стала заняться. Да, да, да. И я приехала, а у него такая стена в кубках, то есть, он прям одно время задался задачей, везде вот это вот выступал, по всему миру, вообще собрал там все, что мог, потом такой, все, типа, я успокоюсь. И, несмотря на мое отношение к кубкам, ко всяким, я такая, мой мастер такой классный, типа. Ну, да, конечно. Ты видишь, что человек шевелится, что-то делает в своей жизни, не вертится, крутится, старается стать лучше. Да, да, да. Так, за какое время нужно прилетать на соревнования? Как ты считаешь? Или, может, есть правила? Ну, это очень индивидуально, то есть, у нас три дня, первый день это регистрация, и там будет такая небольшая тусовочка с шоу, да, со всеми познакомиться, все друг с другом могут познакомиться, а потом на следующий день будет, целый день будет чемпионат. Вот, у нас, кстати, есть, помимо вот этих пяти категорий, да, которые есть на вулап, мы добавили три своих, такие внутренние в Америке, это ореола, S&P, как это называется? Трихопигментация. Да, и мини-тату. Мы добавили, это будет все на латексе, трихопигментация будет на дыне. Вот. И все категории, они у нас не пересекаются, то есть человек хочет участвовать, там, не знаю, в трех, в четырех, в пяти категориях, он может это делать и участвовать во всех категориях. И все, целый день будет чемпионат, на следующий день будет live, non-stop, live demonstration day. Когда, да, много мастеров показывают, как они умеют одновременно. Да, и вечером будет церемония награждения. Мне занимает время перевести слова о ссоре. Но получается, что три дня вообще все это действие идет, и если вы хотите, например, там, познакомиться со своей моделью или выспаться хорошо, то приезжайте за день еще до этого, да? Ну, конечно, да, лучше приехать за день, если они в этот день будут встречаться, лучше не встречаться с моделью в день чемпионата, как это сделала я, это лучше сделать более ответственно, да. А, вот я что хотела спросить, было ли, ты же, наверное, все знаешь вообще в истории вулопа во всех странах, было ли, что кто-то бы один занял все три там губы, брови веки призовые места, какой-то уникум участвовал, нет, не было? Не было. Ну, команды, как всегда, самые сильные, это Украина, Белоруссия, Россия и Казахстан, они такие всегда лиги. Постсоветское вот это пространство все, да? У нас тут самые пахари. Да, я хочу сказать, что в основном все организаторы, даже из разных стран, Италия, Германия, все они, все выходцы из Советского Союза практически, но там вот сейчас подсоединились мусульманские страны, там, конечно, больше местных. Своя школа какая-то. Да, они интересные мастера. Они другие, да, я видела. А было ли, не знаю, за твою карьеру организаторы, или, может, ты слышала, что взятки кто-то пытался предложить, чтобы просто вот это первое место. Никогда не слышала. Знаешь, я не слышала? Никогда не слышала, даже не могу представить такую ситуацию, нет, никогда не было. Слушай, вопросы интересные у нас. Так, какие три основные проблемы сейчас вот перед тобой стоят? Ну, вот в новом вот этом последнем вылупе, ага, как сложности какие-то? Ну, сложности, наверное, в принципе, во всем мире какая-то идет инфляция, инфляция и какой-то экономический спад. Не могу сказать, что у нас прям какие-то прям суперсложности. Ну, для нас конкретно в Америке очень-очень-очень дорого проводить вот такого плана ивент, потому что начиная от помещения, заканчивая всеми этими компаниями, которые, да, включены, которые там, не знаю, там... цвет, звук там и так далее. Цвет, звук, камеры, фотографы, вообще вот это вот все, оно настолько здесь дорого, что просто даже не смешно. Да, я знаю, это я тебе очень сочувствую. Слушай, а ты не думала вывести американский вуллов в Мексику? Слушай, чтобы место было другое. А участники Американских? Мы, кстати, думали, но просто представляешь, как сложно привезти туда, еще модель туда тащить. Как бы по Америке это одно дело, а приехать в Мексику, то есть, ну, мы такой вариант просто рассматриваем, мы даже рассматривали на круизе это сделать. Очень много, кстати, у нас было девчонок, у которых не было документов. Вот это, кстати, самая большая проблема. Которые не смогут выехать куда-то, да? Которые не смогли выехать, к сожалению, вот у нас, например, Настя Максимова, которая взяла два первых места, потрясающие мастеры в волосках и в губах, мы страшно расстроились, когда узнали, что она не выездная. Это прям был вообще просто фиаско для нас. А потом второе, то есть, соответственно, например, если первое место по каким-то причинам не может выехать, да, поехать на мировой вуллов, едет второе место. Если второе место не едет, то едет третье, и вот так далее. То есть, у нас так получилось, что первое не смогло поехать и не смогла поехать девочка, которая заняла второе место. То ли они затупили и не поняли, что есть так вторая ступень, да, этого мероприятия. И она там запланировала какую-то поездку во Вьетнам, девочка вьетнамка выиграла. То ли, в общем, вот такие моменты бывают. Всякие. А вообще примерный процент русскоговорящих и англоговорящих или, может, испаноговорящих? Ну, конечно, наших больше. Пока что, да? Да. Ну, вот я бы сказала, в прошлом году, наверное, было так, 60% наших и 40 американцев, имеется в виду, всех подряд там были и латинос, и black african-american. Как это? Слушай, такой насущный вопрос, он повторяется много раз. Как быть, если у судей и участников разное видение красивого? А это же в разных странах. Там мексиканцы любят один макияж очень яркий, там европейского типа, там люди, они пледненько любят, чтобы натурально было. Какие-то четкие границы, брыхлые там границы, вот это вот все. Как ты думаешь? Ну, для этого вы собираете разномастных судей, чтобы все были с разным вкусом? Ну, мне кажется, да, для этого, но мы в любом случае все равно есть какие-то мировые стандарты, да, что вот красиво должно быть. Это более плотный низ, хотя он тоже не всем идет, да, когда суперчеткая граница, и более пушистая головка и верх. То есть, например, мы сразу нашим судям, которые работают вот в техниках, когда такие более графитовые брови и сверху плотный край, то мы объясняем, что для вулопа мы должны сделать пушистый верх, потому что, ну, это просто красивее. они, конечно, могут не согласиться, но мы стараемся. Ну, это очень сложно, но мне кажется, поэтому и прикольно, что все очень разные, но в какой-то момент все к одному как бы приходят, то есть там однозначно у нас там первые, вторые места, они сильно оторвались от всех других. Наверное, все как бы оценили их как красиво. Окей, все-таки, несмотря на то, как работает сам судья, он все-таки красиво видит среднее по больнице, как и все остальные, получается. ну, это такой сложный вопрос, мне кажется, это как, не знаю, два человека будут на одну картину смотреть, одному это красиво, другому там что-то не хватает. Но тоже поступил такой, знаешь, вопрос, вот сейчас есть мастера-тренера, как, например, Мира Шахмарова, да, она пропагандирует вот такую супер-декоративную растушевку с очень плотной границей по нижнему краю и с очень большой дымкой по верхнему краю. Не знаю, может, ее там еще у вас не знают. У нас там, вернее, в Америке, но здесь много людей так работает. Но я считаю, например, лично, это что некрасиво. Хоть они там и заживают бледнее, все такое, в ее руках мастера хорошего, прям крепкого очень заживает контролируемо, но когда то же самое делают другие мастера, там дичь появляется, вообще и маразм. И получается, что если вот такой мастер, например, или как бы не то, что подобное имя, из ее школы вышла куча мастеров, и вот они условно все там где-то в судьях сидят, и они вот будут всем говорить, вот, здесь же не четко, я тебя засужу, не скибал. Вот это, знаешь, вкусовщина, которая распространяется стремительно, потому что, ну, во всяком случае, это здесь я наблюдаю. Ну, я лично тоже не люблю слишком широкие брови, опять же, Мира, она классный эксперт, она, у нее технически офигенно выполненная работа, на мой взгляд, ну, возможно, они чуть-чуть широковатые, но, с другой стороны, в ее руках, как ты сказала правильно, она знает, что это дымка, она не заживет, тогда, ну, как бы, зачем ее делать? Ну, это мое мнение, ну, технически, она обалденный специалист, она, как бы, красиво, да, укладывает этот пигмент, и так далее, ну, я лично, например, так не работаю, потому что... Клиенты такого не хотят, это что-то такое, что продающая мастера? У меня, если я сделаю такую дымку, она, блин, останется, вот, ну, насколько я знаю, она минералами тоже, да, работает, то есть, они так ярко не заживаются, как они сразу после. Ну, вот смотри, мы, когда приехали последний раз на Вулу, потом мы, я была судьей, да, два года подряд, и в этом году тоже, с нами был огромный митинг с организаторами, и брови после процедуры должны выглядеть так, как они должны зажить, вот как они, как они нам говорили, вот, например, пудровые, да, если мы про пудровые брови говорим, что они выглядеть должны так, вот, на исходе, когда они подходят к суде, что, чтобы они выглядели, что они уже как будто бы зажитые, вот так вот. Вот, возвращаясь к тому, что, такой очень важный вопрос, существуют ли единые стандарты в Вулапе, которые, узнав мастер, может к ним подготовиться, даже если он работает по-другому, с четкими контурами, или с бесконечными дымками, ну, вот он узнал ваши, по которым примерно будут оценивать, и он бы мог готовиться, то есть, вот они где-то есть, сайт какой-то, куда залезть, у нас на веб-сайте, кстати, есть прям все правила, и все критерии, по которым судит судья, да, то есть, у каждого, как ты помнишь, есть iPad или телефон, кому как удобно, и там, например, симметрия, травматизация, правильность подбора цвета конкретному человеку, гармония, как это сидит на конкретном человеке, то есть, нельзя лепить, да, всем одинаковые брови, и думать, что это красиво, то есть, да, это все можно найти на веб-сайте, плюс, какой еще был вопрос? Ну, да, ну, например, в описании к этому видео будет ссылка, ты дашь ее, чтобы подготовиться? Да, мы обязательно ее скину, и еще, я ставила, в прошлом году, вот, кстати, сейчас повторюсь, ставила все работы победителей нашего Вуллопа, и ставила все работы победителей с Вуллопа главного, который вот на первое, место заняли именно вот в прошлом году, чтобы люди понимали, ну, вот, как оно примерно должно быть. Ну, вот, условно, эталонная работа, ты должен, как минимум, быть не хуже, да, чем она? Ну, да, ну, примерно посмотреть, что ожидают судьи, ну, там вообще, конечно, было столько моделей, это было суперсложно, в этом году они все поменяли, сейчас будут два судьи от страны, потому что это было очень сложно для моделей и для судей, что мы судили до двух ночи, это был ужас, ну, как и у нас. Слушай, например, модель сразу после под анестезией выглядит по одному, а потом, когда она долго ждет, она начинает выглядеть вообще по-другому, как это решается? Ну, ты поняла, да, то есть там краснота проявляется? Ну, во-первых, все судьи это знают, да, это ж, ну, не секрет, что оно потом краснеет и окисляется пигмент в коже, но просто надо это понимать, это учитывать, особенно если мы знаем, что у нас там, мы немножко из-за санэпидемистанции, да, это называется по-русски, они нам немножко все подзадержали, и мы в каком-то другом режиме работали, немножко неналаженном, который мы планировали, и просто судишь понимать, что человек простоял 40 минут, ясен пень, там будет уже немножко другой цвет, не тот, который был. Ага, так, знаешь, какой еще вопрос? Несмотря на долгое время ожидания моделей, это то, что я наблюдала, кто-то был краснобровый, а кто-то был белобровый, это значит, что дали с собой, и модель подмазывала. Это не запрещается, или это запрещается? Вроде ничего страшного. Запрещается? как сказать? Ну, чтобы вот побелело, она же ничего не сделала, она же ничего вот, просто тогда должны либо все так делать, либо никто, чтобы не было вот этого вот. Ну, если честно, я не знаю, если у нас кто-то так делал, потому что они все, когда стояли в очереди, да, когда заходили, то есть я не знаю теоретически, как они это могли сделать, но, наверное, могли. Но, опять же, у нас там постоянно, столько было народу, которые, наша команда, да, которая смотрела, направляла, чтобы никто не пропустил ни одного судью, никто никуда не убежал. Мы их водили в туалет, я помню, что кто-то кого-то водил в туалет, потому что и во время процедуры, и то же самое, кстати, происходит на буллопе, если там во время, ну, чемпионата модель захотела в туалет, или там сразу после с ней идет какой-то сопроводитель, чтобы она там ничего не натворила, да, ничего не подмазала, не намазала и так далее. Окей, ладно. Сколько вообще номинаций у вас представлено, или вообще существует, может, вы не все выбираете у себя? Пять номинаций, это пудровые брови, губы, липстик эффект, волосковая техника с машинкой, микроблейдинг и растушевка на глазах, да, Угу. Софт-айлайнер. И, соответственно, мы еще сделали три мест, ну, три категории, это я уже упомянула ранее, это Ариола, СМП и мини-тату. Но буллоп категории, это вот только пять главных категорий. Я знаю, что в этом году они сделали еще чемпионат на латексе, тоже буллоп, то есть мы теоретически могли взять пять человек, те, кто занял первые места, пяти категориях, и еще мы могли еще одну команду сколотить те, которые будут на латексе работать, но мы, у нас недостаточно времени, чтобы это все... Какой номинации больше всего участников конкуренция сильна? Губы. Губы и пудровые брови. На губы нам пришлось даже остановить, потому что у нас просто уже не хватало столов. А сколько у вас, например, вообще ограничения по количеству человек? В прошлом году у нас одновременно стояло сорок пять столов. По-моему, у нас было сорок пять человек в губах, в бровях было сорок. На волоски, кстати, достаточно много было, не так, конечно, как на губы, но мы на губы, нам пришлось в какой-то момент остановить, потому что у нас уже не хватало столов, стульев и так далее. Ну, а вообще есть ограничения? То есть это же твоя фантазия, может, на тысячу человек зал снимешь, и тогда у тебя не будет. Мало ли. Нет, на тысячу человек я, конечно, очень удивлюсь, но нет, ну, есть какая-то, конечно, у нас, мы до какого-то момента можем, да, пока нам хватает и места, и всего эквитмента, ты поняла, как эти, столов, стульев и так далее, в какой-то момент, конечно, мы не можем просто больше вместить, ну, и плюс это будет для судей слишком сложно. Поняла, работа круглосуточная. Да. Так, а есть ли какие-то санитарные нормы для организации рабочего места, вот когда, или там уже все готово, и мастер просто пришел и сел? Нет, ну, перед категорией дается 20 или 30 минут для того, чтобы человек подготовил, мастер подготовил место, все продезинфицировал, замотал, это он делает сам, потому что такие вопросы тоже бывают, а вы нам подготовите место. Нет, ну, мастер сам приходит, все заматывает, мы, заматывает лампы, столы, все кладет, мы даем какие-то такие одноразовые. Да, все эти материалы вы даете или со своим переделем? Выдаем, ну, я всегда, мы, вообще мы всем говорим все привезить с собой, потому что в прошлом году, какой-то был пипец, мы не ожидали, то есть мы на всякий случай даем эти все материалы, но в прошлом году как-то никто ничего не взял, и у нас настолько быстро улетел. Но получается, перед тем, как мастер оставляет заявку, что хочу, на чемпионат оплачивает, вы ему даете вот там список правил того, что с собой взять, да, вот это все, он будет полностью готов. по идее, Ему приходит имейл, ему приходит имейл со всеми ссылками, где он может почитать правила, да, но, конечно же, он сам должен все подготовить и потом сам за собой все убрать. И получается, вот эти судьи-гигиенисты, да, которые ходят, смотрят, как это все работает, они в процессе могут придраться и снять балл, а как это фиксируется, то есть, может, это будет, знаешь, там, не знаю, какая-то отсебятина, или, ну, то есть, если я не согласна, например, я участник, а меня наказали, а я не согласна, я могу оспорить, доказать или что-то такое. например, мы на своем опыте научились, например, раньше мы просто там они помечали и писали, что была за проблема, а теперь мы еще их просим делать фотографии. Например, если они что-то заметили, что, например, там, человек, я не знаю, сидит в тапочках с открытыми ногами или, например, берет там перчатками пигменты, да, которые не замотаны, или там телефон, например, такое тоже было, мы просим делать фотографии, чтобы если были какие-то вопросы, будут какие-то вопросы, чтобы мы потом это все... Ну, самое главное, что есть список правил, которые нельзя нарушать, и человек будет готов приезжать на чемпионат, ну, если он готовится, потому что бывают всякие балбесы, которые ничего не прочитали, приехали, все нарушили, но это как бы их проблема. Ну, это прям, да, были прям такие вопиющие случаи, что прям, ну, эти люди и не заняли никакие места, слава богу, но в основном это... Все адекватно, да? Да, все адекватно. Слушай, ну, такие вот совсем мелкие вопросы, можно ли во время процедуры менять картридж? Бывает такое, что вот он не работает, поменял, новый вставил, это не ограничено? Почему нет? Ну, явно, например, я всегда советую взять вторую, на всякий случай, машинку, фиг его знает, что там пойдет не так, да? Да. Ее сразу обмотать, положить на стол, пусть она там лежит, взять второй картридж, на всякий случай, чтобы вот лишний раз не снимать перчатки и не лезть там по сумкам и не колупаться, не копаться, сразу налить достаточно пигмента, чтобы не было такого, что ты там будешь его три раза подливать, потому что теоретически, даже сняв перчатки, ты должен пойти опять помыть руки, вернуться, нафига тратить это время, правильно? Лучше не жабиться и налить этого пигмента достаточно. Чтобы все было максимум готово, да? Да. Так, двумя машинками есть, такие дурацкие вещи, но многие мастера так делают, если со шнуром машинка, они закидывают ее себе на шею просто, видимо, там, чтобы не перегибался шнур или чтобы он не мешал, вот за это, например, штрафуют или нет? Мне кажется, что особенно? Ерунда, да? Мне кажется, да. Ну, я просто об этом не думала, мне кажется, что особенно, если он замотанный, ты сидишь в этом халатике одноразовом. Это не во Флориде, где мы делали раньше волоп, ни у нас не обязательно. Халатик? Халатик, да. Я помню, что в них жарко было, какие-то пакеты заставляют одевать, это все... А знаешь, еще... Да, ну, это местные, это управление на местах сказало, вот так соблюдать, надо соблюдать, да? Ну, кстати, нет, этого не было в правилах, но в какой-то момент люди начали шапочки одевать на ноги, я не знаю, где они такое слышали, у нас не надо одевать бахилы, и у нас не обязательно именно в том штате, где мы делали булл, подевать вот эти халатики, но в какой-то момент просто все начали эти шапочки одевать на все места. если я работаю вокруг, вот, например, я работаю на волосках, на бровях, вокруг, со всей стороны, а у вас там все как-то с бачку сидят, у меня будет возможность, например, ездить вокруг, да, или нет? То есть как удобно, так и делаем, ну мы не ставим же так, чтобы все на голове друг у друга, конечно, даже по правилам с санэпиденстанции у нас должно быть какое-то определенное расстояние с пушетками, да. Так, стол готовится заранее или после команды старт? То есть на скорость это все так вот? Заранее. Заранее все-таки, не жестите, да? Когда уже начинается процедура, все уже должно быть готово. То можно, конечно, если охота тратить на это время. Можно ли, например, точить карандаш, если он поломался от дрожащих рук, там, от нервов в процессе или надо сразу вот... Ну, короче, я думаю, оптимизироваться надо. Берите все запасное, все поточенное, да, чтобы... если какие-то такие моменты можно избежать лишний стресс какой-то, возьмите, блин, два карандаша и замотайте их. А есть ли какие-то, ну, например, кто-то работает минералами, а кто-то гибридами, они же по-разному выглядят? Или вот брови, и все должны работать только гибридами? Или кто чем хочет, работает? Как это работает? Чем хотите, тем работайте. Вообще нет. Ни к фирмам красок, ни к тому вообще, что... Ни к машинкам, ни к иголкам. Хотите, если у вас гвоздем получается, можете сделать. Я шучу, конечно, но... Ну да, нет, никаких требований к аппаратам. Ну, нет, нельзя, конечно, работать акупунктурными, да, иглами, это то, что вообще... Это когда прошлый век, да, вот вообще встают, вставляют. Таким, конечно, нельзя, все должно быть одноразовое, и да. А анестезию используют тоже каждый свою, а есть ли там врач, например, если модели станет плохо, или что-то такое у вас, вот кто прибежит и спасет? Мало ли, там шок анафилактический или стресс? Модели нет, хороший вопрос. Нет, в смысле, скорой помощи у нас не стоит, но, естественно, человек заполняет форму, противопоказания, если он не сказал или не знал, то, понятное дело, мы просто позвоним в 911, к счастью, такого никогда не... К сожалению, к счастью, такого никогда не случалось, и Надя. Я, кстати, у нас была скорая, я не знаю, ты пропустила или нет, стала одной... Я помню, кому-то поплохело, да, от пакетов этих, по-моему, там даже говорили. Да, она перенервничала. От жары или нервов? Нет, жары не было, она перенервничала. Или была жара? Жара была? Ты слышишь, я в зале, я же не была в зале, я не знаю, я мерзла все время ходила, мне там было очень холодно. По анестезии тоже нету, наверное, только колоть нельзя, да, вся остальная, первичка, вторичка, есть какие-то запреты, ограничения? Нет. Кому как удобно, да? кому как удобно. Ну, мы уже обсудили, что доливать пигмент, сняв перчатки, а руки помыть больше негде, и тогда это случается... Короче, берите большую капсулу, наливайте сразу полу витра. Почему как негде у нас? Конечно, у нас, во-первых, будет помимо того, что там есть туалет, и там много раковин, будут еще... переносные вот эти стояли, да, я помню. Только будут другие, в нашем штате мы должны раковины ставить с горячей и с холодной водой. Вот такие правила. Ясно. Короче, теоретически можно, но лучше берите хоть 10 капс, поставьте, лишь бы не тратить время, да, вот такие всякие... Мне кажется, зачем стрессовать, когда можно все заранее приготовить? Вот знаешь, я когда в новом месте работаю, у меня все падает, я вот так все смахиваю, оно же все неудобно, ну вот может быть для этого, знаешь, все такие в принципе... Оно однозначно неудобно, ни твоя кушетка, ни твой стул, кто-то там говорил, что он очень низкий, кто-то там... Оно все регулируется, но мне кажется, просто когда это не твое место, оно все неудобно. Сто процентов. Так, тут такой вопрос, чем отличается вулоб от интери? Говорят, на втором в разы сложнее. Я вообще не знаю, что это такое интери. Я тоже не знаю. Не знаешь, да? Не знаю, что отличается, я очень плохо знакома. У меня есть любимые мастера, за которыми я наблюдаю, но чем отличается... Я знаю, что у нас там в России просто куча чемпионатов каких-то там, просто они как грибы растут. Да. Но понятия не вижу, чем они отличаются. Окей, ладно, фиг с ним. Так, как правильно подобрать модель? Слышала раньше, когда за сложность модели добавляют баллы, а сейчас этого нет, лучше сказать идеально. Это мы уже обсудили, в принципе, да? Была ли какая-нибудь жопа у вас во время вот идет чемпионат, сидят люди, например, вырубили свет или что-то произошло, и потом как бы это время добавляется или нет? То есть вот такое что... Или, например, я там начала вот тошнить меня, еще ничего не убежала в туалет, потом пришла, и мне добавили время или это мои проблемы уже? Нефиг тошнить. Как это работает? Ну не, ну время, конечно, добавлять ради одного человека не будет. То есть это же получается все расписание пойдет к тупому подходу, правильно? То есть из одного человека все будет сто человек ждать. Ну, у нас свет, к счастью, не выключали, и надеюсь, что никогда не выключат, но таких у нас казусов не было. Было, да, вот стало участницей плохо, а мы вызвали скорую, она пришла в себя и села опять работать. Машина, да? Да, молодец. Сколько времени между номинациями? Все ли убирает прошлый участник за собой, там идеально чисто, или, знаешь, придешь, а там срач, и все не подходит, и розетка не подходит? Ну, короче, вот это. Не, ну, конечно... Кто за этим следит? Это гигиенисты, да, следят? Ну, обязательно, да. Кстати, это одно из тоже, одно из моментов, когда мы всем объясняем, да, если вы не уберете за собой, из вас тоже за свинство, да. Нужно обязательно убрать, нужно думать о других, и за собой все почистить. Ну, это просто логично. Какое время отводится на каждую процедуру? То есть нужно ли дома тренироваться именно на скорость, когда ты быстро-быстро все делаешь? Да, два с половиной часа. От эскиза до конца? Да. Вот как только включается таймер, два с половиной часа, да, начиная от эскиза до заканчивания до конца платежи. Как только пропикивает, заканчивается время, все, мастер должен, если он продолжает работать, у него тоже снимают баллы. А, все, вот так вот, да? То есть сейчас, сейчас, еще секунду, такого не будет. Я заканчиваю. Да, 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 да. Окей. Знают ли участники, кто будут судьи, чтобы под их вкус как бы подгонять свои работы? Получается, что вроде как знают, вы же анонсируете всех судей, да? Ну, конечно, анонсируем судей, но как ты подгонишь одну бровь там под Лену Пупкину, а другую бровь... Ну, невозможно, невозможно все, все-таки, работать. Мне кажется, надо просто делать, делать так, чтобы этому человеку было красиво, да, но не делать там какое-то что-то странное, странной формы для этого конкретного человека, а просто потому, что эта форма сейчас в тренде, нужно делать для вот конкретно этого человека, чтобы исправить, сделать ее немножко красивее, да, этого человека. И девушку, у нас мальчиков тоже приводили в прошлом году, и даже на губах у нас был трансджендер. Так, ну тут пишут, а, я помню, кстати, да, на губах был трансгендер, волновался, и такой был бедняжечка. Ну, а вот как думаешь, это добавил? А как он танцевал, это добавил? Да? А я не помню, не помню, я уже была пьяна. Это было, конечно, очень интересно. Так, тут вот пишут, говорят, оценивание работ оставляет желать лучшего, потому что в зал оценки спокойно заходят мастера, подмазывают работу, анестезия и так далее. Неправда. Нет, у нас вообще отдельная, как ты помнишь, в прошлом году тоже это была отдельная комната, не мастера. Я помню, я подтверждаю, да. Да, судьи не могут находиться во время чемпионата, видеть, кто как работает, то есть мы вас выгоняли, если ты помнишь, потом вы только выходили, да, не все, вот как только модель ты отпустил, выгоняют всех с этого, с зала, да, всех мастеров, и уже модели стоят отдельно. Ну, теоретически, как ты говоришь, кому-то карман дали, Анастасия, мне даже такого в голову не пришло. Я тебе говорю, у народа что-то. Ну, мне кажется, у нас там столько уже этих чемпионатов, что там уже просто извращаются, как могут, ну, возможно, такое делают. ну, я подтвердаю, что у меня не было претензий к тому, что там кто-то кого-то засудил, кто-то что-то там, вот были люди конкретные, какие-то мелкие читеры из этих сотен там работ, которые мы посмотрели, были люди, которые, ну, как бы, ну, вот такой брехун, ну, заклеил он там эти волоски, я сделала балл максимально маленький, и все, кто за мной сделали 100% тоже, потому что там эти брови вот так полегли, ну, и получилось херня, видно было, что это прям дичь какая-то, ну, и все. Да, ну, это однозначно делать нельзя, да, 100%. Знаешь, какой вопрос? Можно на раненую кожу вообще положить какой-то, вообще гель. Вопросики. Это был прям как клей, потом шелуха даже осталась, знаешь, там я вот так стряхнула, они полегли, и вот эта шелуха вообще выглядела сразу безумно, поэтому нас обмануть не получилось. Смотри, у вас, как вот у организаторов, есть какие-то правила, наверняка, которые вам спустили вот основные, да, владельцы бренда, вот те, кто придумали, они в Турции, да, там, муж с женой, да, по-моему, как их зовут? Женя и Мурат. Это вот Денизери, да, такая фамилия? и каждый раз бывает, как она произносится, да, Женя. Ладно. Окей, это они придумали, они контролируют, я не буду называть страны, мне писали люди из разных, из других стран, это были европейские страны, где прошел только что вулоп, они писали, что было нарушение, было вот то, я была не согласна, то есть может ли участник сказать, было вот так, вот так, вот так, я считаю, мои права нарушены, они меня там засудили, или еще что-нибудь, и обратиться там куда-то, или все, поставили оценки, иди, более вообще не вариант что-то обсудить. Ну, мне кажется, в плане оценок все максимально честно, да, допустим, первый год, первые два года это все было на бумажках, сейчас все диджитал, мы даже сами не знаем, мы сами даже не знаем, какие, кто сколько баллов набрал, пока нам уже Турция обратно не возникнет, то есть это происходит моментально, как только последний судья посудил. Ставит оценку? Да, последнюю модель, сразу отправляются результаты туда, в Турцию, у них есть какой-то огромный сервер, да, и они нам тут же возвращают обратно. Общий балл, да? Общие баллы, да, то есть ты не можешь посмотреть, например, сколько Лена Нечаева мне поставила, или сколько там, не знаю, какой-то другой судья. Никто не может, получается, да? даже мы, да, мы не знаем, пока вот все, все не закончится, мы все отправляем, и нам моментально знаем результаты, но, естественно, мы их оглашаем только на следующий день. Уже на сцене, да, получается, человек узнает? А, ну смысл в том, чтобы нервничать, не спать, напиться, и потом плясать, там скакать с этими кубками, да? Да, да. Получается. Окей, но у вас такого не было, но если мне, например, пишут, что там был скандал, вообще мне не нравится, вообще все неправда, нечестно, меня обманули, то есть пусть обращаются к главным организаторам, пытаются там выяснить правду, да? Ну как бы, что делать? Ну да, что они могут выяснить? Всегда будет, мне кажется, когда такого уже, ну когда особенно он становится более популярным, всегда будет кто-то недовольный, всегда будет думать, что и к нам подходили, и почему вы, и что у вас сосудей, и почему меня, почему я вот носить, там, не знаю, на каком-нибудь там пятом месте, а не на первом, и, ну, блин, что ты скажешь? Ну вот так вот получилось, то есть это не, мне кажется, это тоже какая-то чуть-чуть лотерея, да, то есть может там было и достойной работы, и на пятых, и на шестых местах, и так далее, но теоретически они могут пожаловаться, у нас единственная жалоба была, после того, когда ты встывал, и какая-то девушка написала, что, ну я, по-моему, тебе скидывала скриншоты, написала, что почему мои работы выставляют и обсуждают, ну так все, да, это не один, это там был еще один парень, который просто там, у него истерика была, что как я посмела, да, 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 там был чувак, участник, который мне писал, да, да, ну мне палец в рот не клади, почему я не могу обсудить работы, которые там были, это же вообще супер. Ну да, если ты идешь, если ты идешь на чемпионат, ты должен принимать конструктивную критику, правильно, то есть это нормально? Да, что тебе скажут, что не так, что это плохо, это неправильно, или это хорошо, или там что-нибудь тебе скажут, по-моему, за это надо сказать спасибо, что именно тебя разобрали, потому что это, по-моему, супер пендаль и объяснение ошибок вообще, потому что часто... Знаешь, другой вопрос, мне, например, присылали работы из других стран, это было, не помню, ну короче, из каких-то стран мне присылали и показывали, вот смотри, работа там первого места и работа какого-то там места, как типа вот, как это возможно первое место вообще ужасное. Я смотрю, правда, ужасно. Но там, знаешь, всякое бывает. Бывает там, это фотография там, например, участником сделанная или это там другое освещение, еще что-то. Ну, то есть вот там вот такие нюансы, конечно, бывают. Вот как ты сейчас объяснила, получается никто не знает, кто там победит по общим баллам. То есть это все условно на совести организаторов и приложения, да? Да, мы же знаем, как можно красиво сфотографировать, да, под каким углом, чтобы было-то выгоднее смотрелось, и можно там криво сфоткать кого-то, сказать, посмотрите, какая у него страшная работа, но вы-то ведь смотрите, судьи ведь смотрят живого человека, правильно? То есть у вас есть... Знаешь, что хочу сказать от себя? Не знаю, можно это потом отрезать или если ты скажешь, что это нормально. Фотографии до были сделаны плохо. Они... Я вижу после уже, да, а фотографии до сделаны там без определенного какого-то... Ну, то есть абсолютно на одинаковый ракурс, чтобы был на одинаковом расстоянии. Кто-то ближе, кто-то дальше, перспективное искажение, наклоненная голова, короче. Очевидно, что фоткал человек, который не понимал... Ну, короче, нужно фото на паспорт условно. Вот так, вот так и вот так. Правильно? Поняла, чтобы я могла оценить как судья потом изменения внешности вот это вот все. Да, согласна. Ну, в этом году мы поставим... Ну, то есть у нас, на самом деле, в два захода там девочки фотографировали, потому что было очень много моделей. И... Ну, блин, ну, я не знаю, мы старались сделать и бонфас, и споку, и всякое разное. Не знаю, будем работать над этим. Ну, короче, единый бы стандарт просто. Реально абсолютно определенное расстояние. Там условно камера стоит. Ну, короче, как на фото, на паспорт, поняла? Когда ты сидишь, и у тебя голова вот так прямо, иначе нельзя. Ты же не можешь вот так вот сидеть. Ну, вот эти вот нюансы. Можно такое тут, знаешь, для подбородка. Да-да, когда глаза проверять. Да-да-да-да. Все. Правда ли, что работа вообще, в принципе, в волосках должна быть красива в моменте? Ну, а, ну ты, в принципе, сказала, да, что она должна выглядеть так, как предполагаемо она заживет, да? То есть не надо экстра делать. Пусть лучше меньше заживет, ну, чтобы было красиво прям в моменте, да? Ну, да, это же сложно, мне кажется. Опять же, мы же не знаем, чем мастер работал. Мы же не подходим и модели там, какими пигментами? Минералами или гибридами? Если это минералы, какая-то экстра-яркость или гибрид, это нежная дымка, да? Ну, поняла. Да, да, это, ну, сложный такой вариант, но, наверное, больше в моменте вот то, что мы можем, да, то, что судья может понять в моменте, как это выглядит, не травматично ли это, не посерило ли это. Ну, я поняла, о чем ты, да. Получается, что работа для чемпионата и работа для клиента, она будет разная, потому что с клиентом ты уже понимаешь, там, крови-то отпустил раньше, там, или надо насыщенность кожи толстая, ну, короче, вот эти все нюансы. А тут просто, чтобы красиво в моменте, да? Ну, да, как мы по-другому и не можем получать. Пишут просто, что девушка, которая взяла первое место в сторис, показала, что волоски не прижились вообще, это нормально или нет? Ну, как бы, получается... Это же такая наша? Нет, тут же у меня со всех стран написывают. Нет, нет. Поняла, да, о чем речь? Я тоже, когда делаю волосковую работу, у меня не всегда приживается, хотя я предполагаю, что вроде как... Да, поэтому я думаю, что это такой себе вопрос. Да. Красиво в моменте, чтобы не было пятен, заглублений, там, очевидных пустот каких-то там, трешаков, когда там просто... Был, кстати, момент, когда лезвием вот это вот что-то там они чистят. То есть вот это, кстати, как оно работает? Это запрещено или нет? Потому что многие прям лезвием подчищают брови со всех сторон. И там была одна из мастеров, которая это сделала, а потом какой-то жидкостью помазала, и кожа сожглась. У нее просто рана была у модели. А, я помню, да. Что-то какая-то аллергическая реакция случилась. Да. Не, я думаю, знаешь, как она слегка ее как бы чуть-чуть повредила кожу, а потом это вот на здоровье... На кожу, которая не повредила, этого не было бы, а здесь оно случилось, потому что она вот этим лезвием подравнивала вот эти вот пушковые волоски, убирала или что-то такое. Поняла? То есть там... Да, мне кажется, лучше не экспериментировать. Там все поснимали баллы в любом случае. То есть это прям выглядело трэшово, поэтому так лучше не делать, да? А это наша девчонка какая-то, помню, русскоковорящее дело. Ну, бывает, да. Ну, мне кажется, лучше не делать каких-то таких лишних манипуляций, которые могут вызвать вот такое раздражение. У тебя есть что-то, что ты бы хотела сама сказать еще, что я забыла спросить? Потому что у меня вопросы кончились в принципе, а мы, в общем-то, все обсудили, что я хотела. Ну, мне кажется, мы вдоль и поперек обсудили. Я хотела сказать, что приезжайте, ребята, в Америку. Подожди. Твои все, Светины, все задала вообще вопросы. Так, извини, Лидия, давай. Короче, так, итак, подытожим. Давайте я сейчас скажу. Я задала все вопросы Лидии, в принципе, у меня их не осталось уже. И я могу сказать совершенно точно, что наверное, 99% мастеров простимулируют участие. То есть, если вы заплатили за... А, кстати, сколько стоит участие в соревнованиях? Одна категория стоит 699, и это включает... И каждая вторая будет 100 долларов скидка. И это включает в себя уже, даже если ты участвуешь в одной категории, все три дня. То есть, там, все три дня мы кормим, поим. Не так уж... Кстати, скажу, что кормили очень вкусно. Мы прям очень наслаждались едой. Было очень вкусно. Короче, во-первых, вы заплатили, и вы себя вот анонсируете как человека, который едет на конференцию, и вы будете готовиться. Это стопудово очень большой стимул. И когда вы обосретесь, а вы с большой вероятностью обосретесь, вас это будет подстегивать, потому что как это жить, проиграв вообще, не заняв даже какого-нибудь десятого места, где-то в хвосте валяться, да, это стимулирует еще развиваться или уйти из профессии. Знаете, мне кажется, что очень многим людям стоит уйти из профессии, потому что реально очень слабые мастера. И получается, что это будет большим стимулом для того, чтобы вырасти. И плюс, получается, это нетворкинг, ты можешь завести друзей просто и потом тусить. Потому что, как ни странно, я дружу с мастерами все равно. У нас есть, безусловно, друзья, которые вообще не связаны с миром перманента. Но там мои подружки, с которыми я путешествую там где-то по Европе постоянно, это мастера, так или иначе. Люди, которые я приезжаю в другую страну, это мастера. Завести друзей, получается, можно пообщаться, да? Что еще? Какие еще плюсы мы можем найти вот в этом всем участии? Ну, например, вот если бы я никогда не поехала бы на Вулап, да, я бы никогда не познакомилась там с такими крупными компаниями, с головами крупных компаний, там, какой-нибудь Майкробью или Примабленд, да, то есть какие-то... Ну, знакомства классные. Переда перманента, ну, где бы я еще встретила тебя, например? Ну, как бы я тебя встретила бы? Никак. Ну, то есть, да, какие-то люди, которые тебя там вдохновляют, которые ты считаешь экспертом, мотивируют, да, мне кажется, это вообще крутая возможность вот там их потрогать. Выгулять платье и даже, может быть, похудеть к этому событию, чтобы влезть в это платье. Короче, вот... Плюсов много. Сработает. Да, да, да. На меня это, я думаю, даже на меня это бы сработало уже, насколько я там асоциальна в этом платье. Я не могу сказать, что я сильно люблю тусовки, но, в принципе, для меня я много плюсов нашла, да, вот хотя бы знакомиться с людьми, которых я считаю обалденными специалистами. Мне кажется, это очень круто. А, вот интересный вопрос, знаешь, что? Вот мне писали, а почему девочка, вот она мастер, например, в России, и она поехала участвовать в Улопе в Беларуси, например? Или почему как-то регулируется, надо быть гражданином страны или еще что-то, или тебе пофиг, ты можешь в любую страну приехать и участвовать? Ну, вот... Да, можешь. Единственное, там какие-то были терки. Не знаю, мы никогда, я в этих чатах не свяжу ни в каких главных Улопа. Там постоянно какие-то скандалы, расследования, но я знаю, что они нас просили ставить высшую цену для тех людей, которые приезжают. Какая-то есть минимальная цена, за которую категория должна продаваться, да? Но каждая страна свою цену определяет сама, потому что экономика везде разная, да? И, соответственно, у нас вот такая цена, и мы уже больше брать не можем. Даже если человек приезжает там с другой страны, у нас для всех одна цена. То есть есть какая-то минимальная цена для людей, которые там, например, по-моему, если не ошибаюсь, 350 долларов, по-моему, по всем странам. Одна категория. И если ты хочешь из другой страны приехать, они там, по-моему, на 50 долларов дороже. Что-то такое. Да, ну можно. Но мы так не делаем, у нас и так достаточно. Ну просто если ехать, например, из Туркменистана в Америку участвовать, это будет как минимум странно. Ну, можно совместить путешествия с участием, но я уверена, что в Туркменистане цена ниже будет, да? То есть интересно, как ты думаешь, из какой страны проще пробиться в центральный Улоп? Или, наверное, не к себе вопрос? Ну, физически подумают, наверное, там, где меньше всего участников. Я знаю, что так сделали многие девчонки из России, например, они не заняли никакое место, и они потом поехали, по-моему, в Египет. В Египте это было первый раз, то есть там не было много участников. Конкуренция низкая, да? Это не совсем... Такое тоже читерство получается. Ты же все равно проиграешь потом, да? Если ты вот на основном, ты все равно... Зато, я думаю, зато у нее кубок уже есть. Это погоня за награждениями, она все-таки существует, да? Ну, кстати, девчонки, по-моему, которые не заняли место в России, они заняли в Египте. Они достаточно сильные, у них работы были, и они, по-моему, какое-то место даже в Улопе заняли. Да? Как-то так, да, получилось. Ну, ладно, я поняла. Короче, все же там всякие многоходовочки, но не важно быть представителем страны. А подожди, вот не странно, например, из Турменистана приехали в Америку, выиграли в Америке, и что, едут представлять Америку? Ну, нет же, как это работает? Ну, а как у нас иммигранты наши все, так и получается? У нас там девочка была с Польши, была с России, была с Украины, еще там вот с Вьетнамом. У нас вообще Америка, это многонациональная страна. Ну, ладно, короче, можно все, да? Окей, главное просто победить, тупо подготовиться и победить. Ну, все, давай, завершающее слово, давай, приезжайте к нам. Приезжайте к нам, ребята, у нас весело, как Лена уже сказала, плюсов очень много, плюс мы в этом году классное шоу готовим, так что, Дима, приезжай тоже, я знаю, что ты там слушаешь, будет весело, мы накормим тоже вкусно, будет очень круто. Мы стараемся. В следующем году мы планируем что-то грандиозное, потому что это будет пять лет, а в этом году тоже будет весело. Так что мы вас ждем, ребята, 26, 27, 28 августа, а в этом году мы в Филадельфии, мы не во Флориде, решили переехать чуть-чуть. Вот, так что мы вас ждем. Все. Спасибо тебе огромное. Спасибо, интересно было, я думаю, многим будет интересно, да. Спасибо огромное, ребята, мы вас ждем обратно. Ну все. К августу, пожалуйста. Все, тогда закругляемся, да. Спасибо. Давай, пока, давай. Давайте, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok